Этот российский конкурс проводится с 2010 года. Участвуют все российские вузы. Алтайский медицинский традиционно оказывается в числе фаворитов. Лечебное дело, педиатрия, стоматология. В этом году к перечню лучших образовательных программ прибавилась формация. Никаких дополнительных преференций в виде государственного финансирования. Этот статус не дает, говорят в алтайском медицинском, лишь позволяет привлечь к себе лучших абитуриентов страны. По итогам этого конкурса традиционно выпускается справочник – лучшая образовательная программа инновационной России. Сегодня многие центральные вузы перешли на симуляторы, тренажеры, общаясь с бездушными пластиковыми механизмами. Да, это наработка практических навыков, но главный принцип Гиппократа – делай как я. Поэтому мы еще сохраняем эти добрые традиции. Мы учим своих пациентов у постели больного, как это должно быть. А преподаватели другого вуза классического вошли в топ-100 самых цитируемых российских ученых. Так, в направлении истории чаще всего молодежь опирается на опыт и знания Алексея Тишкина и Юрия Кирюшина. В направлении охраны окружающей среды прислушиваются к Ирине Ратановой. Молодые журналисты руководствуются работами Валентины Мансуровой и Аллы Ковалевой. Семь лечебных учреждений края будут выдавать иностранцам документы для оформления патента на трудоустройство. Вернее, они должны предоставить в управление Федеральной миграционной службы специальную справку, подтверждающую отсутствие социально опасных заболеваний, в том числе ВИЧ-инфекции, туберкулеза, холеры, чумы, сибирской язвы и других. Кроме того, в этом сертификате должно быть прописано, что иностранец психически здоров и не является наркоманом. Количество людей, которые проходят через медицинское средство, в принципе не увеличится. Поток мигрантов и граждан, которые получают патент, иностранных граждан, примерно один и тот же. Это около полутора тысяч в год.